Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка. Значит, решил я для вас в очередной раз записать гайд на тему классного русификатора, но в итоге столкнулся со следующей проблемой. Как мы с вами сейчас видим, это совершенно верно. Слева и справа по краям, как обычно, у нас с вами это черные полосы. Ведь у меня, кто помнит, соотношение сторон 21 на 9, монитор 2560 на 1080. Либо 3440 на 1440, либо соотношение сторон 21 на 9 или 32 на 9. То есть нестандартные мониторы, ультраширокоформатные. И сегодня мы с вами будем исправлять проблемы по краям. Слева и справа вот таких черных полос, чтобы их не было. Что же нам с вами сегодня для этого потребуется? Внимание на экран. Во-первых, изначально кое-что я рекомендую вам сделать в самой игре. Это самое первое. Давайте с вами сделаем. Это зайдем в настройки. Настройки параметра графики, так сказать. Просто нужно подготовить изображение, чтобы нам с вами было проще и лучше. Так, у меня музыка тут сбрасывается, тут включается. Я прошу прощения. За это дело. Letterboxing выключите. Значит, стоит наше разрешение. Это просто сейчас мы подготавливаемся с вами заранее, чтобы вы все эти параметры необходимые для себя поставили. Как нужно, настройки графики для себя выставили, чтобы к этому потом не возвращаться. А теперь нам с вами просто необходимо выйти из самой игры. Сейчас мы с вами будем использовать одно приложение. Что-то у меня мой OBS начал. Прошу прощения, ребят. Это подфлизивать. Почему-то не ставится пауза. Не знаю почему. Ну что ж. Давайте разбираться во всем теперь по порядку. Итак, нам с вами сегодня потребуется приложение под названием Flawless Whitescreen. При помощи него мы будем исправлять данную ошибку. Что мы с вами делаем? Это открываем сайт по ссылке в описании под видео. Либо второй вариант. Возможно, я размещу это приложение для вас просто дополнительно. Мне тоже оно загружено в облако. На всякий случай оно полностью бесплатное. Здесь у нас с вами есть возможность Windows All Versions. Это рекомендуется скачать 64-битный установщик. Ну и, соответственно, выполнить установку в наше с вами приложение. Либо вариант через установщик для 64-битных систем, либо для 32-битных систем x86. Есть возможность также просто распаковать, так сказать, портативную версию Portable использовать, если вы хотите. Тут на ваше усмотрение. Просто эту программу придется постоянно запускать перед запуском игры. И поэтому я все-таки рекомендовал бы ее установить. Вам же будет проще. Скачали, установили Flawless Whitescreen. Там нет ничего сложного. По-моему, все время только Next нажимать. После этого мы с вами ее запускаем. Здесь мы с вами в списке всех игр в вкладке Available Plugins открываем такую подпапку под названием FVS Plugins. У меня он начал все скачивать, как обычно. Да. Спасибо тебе огромное. И мы находим с вами в списке The Evil Within. Она находится у нас с вами вот здесь, рядом с The Elder Scrolls. Где-то Skyrim, The Last of Us. Вот она между этими находится. Вы нажимаете на нее, выбираете. После этого она у нас с вами будет находиться в папке FVS Plugins. Находим ее. Она у нас устанавливается автоматически. И вот она. Значит, что я рекомендую здесь поставить. Слушайте меня сейчас внимательно и запоминайте. Это проделывать можно перед запуском игры, во время запуска игры. Потом можно просто игру свернуть и все значения, как вы хотите, просто менять. Основа это Fixenable, то есть его необходимо включить. Затем есть некоторые параметры, о которых я сейчас хочу вам все четко проговорить. Настоятельно рекомендую оставить можно все. Снять только Hotfix. Почему? Потому что иначе, если вы его включите, у вас просто все надписи, вот, например, там главное меню настройки, просто будут съезжены за экран. И половину надписей просто будет не видно. Поэтому его включать я не рекомендую настоятельно. То есть мы сами с него галочку убираем. Следующий момент это Game for Fine Adjustments. Это угол обзора. Я рекомендую поставить либо 12.75, либо значение от 10 и выше. Почему? Потому что иначе камера будет довольно сильно приближена к главному герою. И это вызовет просто некоторый дискомфорт во время игры. То есть чтобы он чуть отдаленно у нас с вами был. Либо вариант поставить полностью на 25. Здесь уже как вы хотите. Если необходимо также поменять угол обзора, например, в кассценах, это значение можно поменять. Вместо нуля поставить больше. Меньше ставить не рекомендую. То есть в минус ее уводить меньше нуля лучше не делать так. Итак, значит, что хочу заодно еще сказать. Дополнительно то, что данное приложение работает на основе, в кавычках, так скажем, чита. То есть оно врывается в исполняемый файл игры, модифицирует некоторые значения в процессах игры, так сказать, в диспетчере задач и подменяет некоторые параметры. Нет, это никак не скажется на вашем ваке. Не надо бояться, если у вас лицензия, никто вам ничего не заблокирует, никто никого, там, не знаю, вакбана и прочего вам ничего не даст. Игра одиночная, поэтому использовать можно любые читы, тренеры, все, что вы пожелаете. Ничего не случится с вашей игрой. Оставляем запущенное приложение и после этого запускаем нашу игру. Есть другой вариант. Вы можете запустить игру, потом ее свернуть и запустить эту программу. Как понять, что все работает успешно, когда вы запустите игру? Давайте мы ее запустим. У нас с вами здесь сейчас будут появляться надписи. Вот все очень for the evil within process. Вот у нас с вами сейчас изображение, как мы видим, полностью работает на весь экран. Однако картинка, возможно, будет немножко растянутой. Да, ребята, это, к сожалению, проблема. Здесь вот другого способа, без небольшой деформации картинки, вряд ли вы сможете обойтись. Дождаемся. И вот мы с вами видим следующие надписи. Это у devil within path. Это у нас прописан путь. BS адрес. Здесь автоматическое обнаружение версии гибрид, обнаружены версии 1.0.0.0. Разрешение. Letterboxing написано по умолчанию новый. Ну и так далее. То есть у нас с вами, как мы видим, все сработало успешно. Игра обнаружена была. И то, что мы сейчас с вами увидим, да, вот, то есть игра у нас с вами полностью стала комфортной на весь экран. Повторюсь, Letterboxing я рекомендую выключить, если включали. Сейчас мы видим комфортное расположение хада. И кто-то, возможно, спросит, а что же будет, если его включить? Ну, смотрите, что будет, если его включить. Как сейчас будет все выглядеть. Ага. Здесь ничего не изменилось. Странно. Вот во время игры сейчас вы увидите, как все поменяется. Причем в негативную сторону. Я поэтому рекомендовал его отключить. Потому что иначе, вот, собственно, странно, слушайте. Если вдруг что, можете его выключать. У меня вот изначально вообще проблема была, когда я hardfix этот включал. У меня вообще надписи съезженные были куда-то в бок. То есть то, что мы сейчас с вами вот наблюдаем, вот это все классно, комфортно стало. Повторюсь, угол обзора в среднем от 10-20 желательно поменять. От 10 до 20% повыше поставить, чтобы было более комфортное изображение нашего с вами героя. Собственно, вот мы видим, теперь игра стала у нас с вами в комфорте. Если угол обзора поставить шире, то, собственно, он увеличится. И камера чуть подальше отъедет, назад. Так что, как-то так, ребятушки, а в следующем гайде рассмотрим вариант, как установить русскую классную, крутую, профессиональную озвучку. С вами был Оширанка. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро идите. Не переключайтесь. Огромное количество гайдов. Вот, спа, если круто сможете идти мне на канале. До новых встреч. И пока-пока, ребятушки. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok